Светлана, подскажите, пожалуйста, я мама двухлетнего ребёнка, и чем старше становится мой ребёнок, тем больше проявляется его характер. И он становится порой просто неуправляемый. Он бегает, играется, слишком громко кричит, и я не знаю, как его успокоить. Что мне делать в данной ситуации? Ребёнку два года, и у него, говорит, какая-то проявляется характер. И это нормально, на самом деле, потому что ребёнок живой, и как у любого другого человека, у него есть характер, у него есть свои желания, у него начинают появляться желания. Вообще для ребёнка в этом возрасте очень важна такая вещь, как познание мира. Это его является базовой неотъемлемой потребностью. Поэтому то, что он бегает, балуется, может быть, там всё тянет в рот, или ещё что-то делает, везде лезет, не слушается. С одной стороны, для этого возраста это норма. Чем большее число мест он залезет, чем большее количество предметов он оближет, чем большее количество предметов он общупает, полежит на них, на животе и так далее, тем на самом деле будет лучше развиваться его интеллект в последующем. Потому что это период, когда с помощью тактильных действий активизируются различные зоны мозга. Это обычно бывает самый активный период до года, потом уже до трёх лет. И ещё есть одна очень важная базовая потребность – это потребность любви и принятия. И вот если вам удастся соблюсти баланс между этими потребностями, развитие ребёнка пойдёт в норме. Но я понимаю, что ребёнок начинает играть, ребёнку хочется что-то делать, и даже когда он устаёт, он не может остановиться. И это тоже является свойством этого возраста, потому что ребёнка ещё волевые процессы не развиты. И затормозиться, по слову «стоп», хватит баловаться, пойдём там спать или что-то делать – это невозможно. Ребёнка, и чтобы, когда разыгрывается, остановить ребёнка, его нужно к этому готовить. С одной стороны, детям бесполезно объяснять в этом возрасте длинные логические пояснения, почему нужно прекратить, или мама устала, или нужно делать дела, потому что детям ещё это непонятно. Это не является соответствующим для возрастного развития. С другой стороны, нельзя требовать от детей, чтобы вот хоп, их схватили и потащили, потому что ребёнка, конечно, начнётся истерика готовить. Вот мы немножко с тобой поиграли, давай ещё пять минут. Пытаться активную перевести в менее активную, чтобы ребёнок постепенно успокаивался. Как это сделать с вашим ребёнком? Ну, это уже, знаете, это вам виднее, поскольку воспитание — это процесс творческий, и невозможно для разных детей создать единый алгоритм. Есть только общие понятия, которые основываются на возрастных нормах развития. И для ребёнка то, что вы сказали, я вам могу сказать, ваш ребёнок прекрасно развивается, у него всё в норме. Нужно его потихонечку останавливать. Какая ещё может быть здесь проблема? Что вы ощущаете, если ребёнок вас не слушается? Насколько вы можете отказать своему ребёнку? Насколько вы можете перенести то, что он начинает плакать, капризничать или быть недовольным? Кто является в вашей паре главным? Вы или ребёнок? Потому что сейчас очень часто встречаются случаи, что когда ребёнок начинает плакать, проявлять именно характер. А как появляется характер? Если он чего-то хочет, ему не дают. Он хочет бегать и играть, а нужно сворачиваться и делать что-то другое. А ребёнок начинает требовать своего. Это естественно. И как вы сами переносите, когда ребёнок начинает, например, плакать и кричать? Это очень важный вопрос, потому что до трёх лет основной язык ребёнка — это язык эмоций. И ребёнок очень чётко считывает, что вы чувствуете. Вы можете быть абсолютно спокойной, но внутри быть очень расстроенной или приходить в отчаяние от того, что вы не можете с ним справиться. И тогда для ребёнка это является ситуацией очень опасной внутренней, потому что мама для ребёнка самый великий человек в мире. Это тот, кто даёт ему тепло, тот, кто даёт ему еду, тот, кто даёт ему защиту. То есть мать — это, условно говоря, это великая богиня. И если вдруг эта великая богиня начинает чего-то пугаться, и ребёнок это считывает, то для него это на самом деле конец света. И тогда истерика уже переходит в новый виток. Вот последите за собой, что происходит с вами, когда ребёнок начинает вас не слушать.